ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Алло! Капец! Сейчас вам такое расскажу! У меня так кровать криво заправлена Сейчас я сам по стрима делала Я с ним ничего не делала Я по делам поехала По своим А он по своим Тикток ебейший получился раз 20 пересмотрел. Ой, ебать, я вам сейчас еще про тикток расскажу. Короче, многое, чего сегодня вам есть рассказать и поговорить. Как не зайду, блядь, она пиздит, ебало, просто не закрывается. Блядь, комментатор своей игры просто охуеть. Джебой-то охуел. Вчера после стрима, сейчас расскажу. Вчера после стрима, мы, короче, так получилось, что ни я, ни фес, не спали до стрима. Вот, и после стрима я не пошла спать, потому что у меня был зал. Получается, я очень сильно хотела спать, но все равно пошла в зал. Потому что, ну, зал нельзя пропускать. Вот, пошла в зал и что-то меня там нагрузили жестко, что я не ожидала. Прям пиздец, ну то есть мне там и ноги растягивали, и спину, и вообще все, что только они делали со мной там. И потом еще в конце 20 минут надо было на дорожке побегать. А я иду по дорожке, я понимаю, что у меня глаза закрываются, я не могу. Что только я не делала. Ну, типа, много упражнений на разные группы мышц были. Опа, дорожки. Ну, ну дорожка одна, беговая. Я бегу, ну, точнее, иду. То есть я даже не бегала там, я просто ходила. Я понимаю, что... Ну, глаза закрываются, я думаю, ну, бля, ничего страшного, если я глаза закрою на... Ну, я закрою глаза на 4 секунды всего лишь. Потом открою. Блядь, я чуть не пизданулась с этой дорожки. Я реально... Ну, типа, я с нее съехала. И мне очень повезло, что я вовремя схватилась за ручки, потому что... Иначе я бы себе расшибла лоб. И... И там еще полный зал, и на меня все смотрят, и я такая... Ой. Сейчас с вами решим, скоро глаза навсегда закроются. Бля. Ну, вот они реально чуть не закрылись. Ебалом вниз. Да не ебалом вниз, я там... Потом я еще дернула за какую-то веревочку. Это была, типа, экстренный стоп. В конце тренировки я уже, примерно, что спускаюсь по лестнице, и у меня в глазах уже темнеет. Я думаю, бля, нет, надо доехать до дома, потому что, ну... Чем, не хочу я в зале оставаться. Вызываю такси, сажусь в такси, и уже в такси прям отключаюсь. Мне уже таксист говорит, девушка, выходить-то будете? Или вам куда? Я такая, а, блядь, мы уже приехали. И я выхожу, поднимаюсь, захожу домой, и у меня один глаз, он как будто вообще потерял зрение. То есть у меня глаз просто потерял как будто зрение. Я не знаю, что это было, у меня просто... Я перестала видеть. Я, типа, смотрю, вот этим глазом я все ярко вижу, вот этим вообще хуёво вижу. В итоге я где-то легла спать в 9, потому что я нашла силы сходить в душ. У тебя и так минус 6, ну да. Короче, я ложусь спать. А ещё я не ела ничего, вот, это очень важно, что я ничего не ела, целый день получается. Я поела перед тренировкой, я съела кусочек рыбы и тост с авокадо, и огурцы с помидорами. Ну, правильное питание, вообще, ну, типа, норма еда. Типа, это не Макдональдс, ничего. Вообще, всё норм. Я съела где-то за час до тренировки, но это норм еда. Что-то делала-то весь день, не спала, не ела. Ну, я стримила. Чё, целый день к стриму готовилась, потом стримила, потом час отходила от стрима, и потом поехала в зал. Ты как пенсионер уже начала на похороны откладывать? Ещё нет. Но сегодня ночью думала, реально всё. Вызывать скорую и... Это кладывать деньги на гроб. Короче, я просыпаюсь в одиннадцать, то есть я поспала с девяти до одиннадцати, два часа, ну, вообще ни о чём. Я не могу уснуть, я не понимаю, что, почему, блядь, я не могу встать, и уснуть я тоже не могу. Я так пролежала часов до трёх, у меня начала очень сильно болеть голова, ногами начало тошнить, у меня вздулось и вздуло всё пищеварение, и я лежу, и просто я не понимаю, что мне делать, потому что у меня нет таблеток нормальных, я так думала. Потом вспомнила, что мне мама привезла таблетки. Вот, я лежала часа два, я думала, не, ну, потерплю и пройдёт. Ничего страшного, потерплю и пройдёт. Какая пищеварение, это процесс? Пищевод, хорошо, извините, ошиблась. Но я думала, пищеварение, это, ну, желудок там вот, там пищеварение это. Да что вы пишете, какая нахрен беременность, от кого? В итоге, короче, мне посоветовали умные люди ночью просто поесть и попить чая с сахаром. В итоге я реально похавала, и у меня всё прошло. Чтобы вы понимали, я просто не ела 12 часов, сходила в зал и лежала, и думала, блядь, почему я умираю? Интересно, что случилось? У меня просто организм охуел после... Прикиньте, ничего не хава, 12 часов сходить на тренировку? И причём я такая, бля, нет, ну я же съела протеиновый батончик. Ну, типа, протеиновый батончик. Вот, в итоге я въебала ещё чая с сахаром. Впервые вообще, мне кажется, за полгода чай с сахаром пила. И всё, и так хорошо стало, я уже могла прыгать, бегать, танцевать. И вообще, организм может привыкнуть к этому делу времени. Ну, я, если честно, не хочу привыкать к такой голодовке. Я сегодня взвесилась, у меня ещё минус один килограмм. Я не планировала так много худеть, если честно. Сегодня в ТикТоке комментарий прочитала под мой последний ролик. Ребят, сколько она весит? Мне кажется, 65. Блядь, неужели я выгляжу реально на 65 килограмм? Блядь, за что? И ты на 20 килограмм больше, чем на самом деле. Короче, я рассказываю про этот ТикТок. И этот ТикТок, я вообще снимался просто по рофлу. Потому что мы с вами постоянно... У меня в голове вот эта песня, она заела. Вот это, ещё вот это вот, этот код, который вот так головой тречёт. Вот это её талия, аномалия. Я подумала, было бы забавно снять, было бы забавно, короче, снять. Я ещё у тебя в ТикТоке подписала, что, типа, блядь, ну, конечно, не аномалия, но и похуй. Ну, вот, типа, а чё? Ну, не обязательно снимать вот этот трек, чтобы показать свою пиздатую талию. Это самое, когда губами в музыку начнёшь попадать. На роли я там попадаю, куда надо. Всё. Вот, и этот видос, я открываю в Инстаграм, его запостили. Запостили, короче, в какой-то паблик в Инстаграме. Ну, там, миллионник какой-то. И там где-то было 100 тысяч просмотров на тот момент. И там где-то 300 комментов. Ни в одну строку не попало, я везде. Не пиздите. Ну, вот, и там, получается, совсем другая аудитория, ну, которая, типа, не моя. То есть, у меня-то, понятно, там все хорошие, положительные комментарии. Я там посчитала, ещё смотрю, бля, капец. И там так много странных комментариев каких. Ну, там, наверное, 200 комментариев, 50 комментариев, типа, а где её талия? И что, где здесь аномалия? И вообще, ебать, сейчас, это вообще мем, вы поройте. Я вам сейчас скажу. Причём, ну, все остальные комментарии, я смотрю, типа, о, гайка, о, нихуя, гайка, красава. Вот такие комменты. Я смотрю, кто это пишет. Поражу анализ. Типа, пишут, мальчики там, типа, пацаны пишут. Ебать, типа, прикольно. О, гайка, здорово, гайка, привет. Нихуя. Ну, короче, либо какие-то рофлы, ну, смешные, реально. Либо, ну, типа, ну, не негативные. Вот. И смотрю комментарии, которые пишут, типа, фу, блядь, мне кажется, или она бревно. Я захожу на профиль, это девочка, которой, ну, дай бог, есть 13 лет. Я такая, блядь, а. Думаю, ну, ну, ладно, наверное, лучше знает. Там все комментарии, которые, типа, хоть как-то, типа, связаны, что, типа, блядь, где, где это, где ее талия, где аномалия, вообще, тут нет вообще талии, ебать, она жирная. Захожу, смотрю, и это все пишут девочки. Вообще, типа, я вообще, я так охуела, что девочки такие, не знаю, странные, почему в них так много, не знаю, желчи. Так это же тянки, которые во всех видят врагов, такие только через Игоря Синька, такие только вчера Игоря Синька начали смотреть и лайкать посты в А4. Ну, там были и взрослые, типа, то есть, там, девушки были, которые, ну, бля, хотите, я вам покажу просто, вот я прям сейчас зайду, я просто покажу, как они выглядят, без хейта, без негатива, просто, бля, не то, не, ну, тут то родители, то, точно, и изобретатели чебупель, чел пишет, чел пишет, какая, какая чебупель. Мне, типа, сказали, да забей, там, токсичная аудитория, но я посмотрела, там норма аудитории, там только девочки токсичные и злые. Вообще, зависть, ну, и не зависть, я не знаю, что это, ну, мне кажется, это похоже просто на какую-то, я не знаю, зависть, и, типа, просто увидеть в любом человеке недостаток. Это же меня запостили, а не их. Это хелсы девочки? Нет, это просто девочки, это не хелсы девочки, это про, ну, просто левые тёлки. Извините, девушки, не хочу никого обидеть. Я просто быдло ебанок, поэтому так разговариваю. Не стрим, умоляю. Просто раньше ты старалась, сейчас в майке ночнушки не накрашенная, не расчесанная. В смысле, блядь? Я сегодня помылась перед стримом, в душ сходила, накрасилась, одела чистую футболку. Какая ночнушка? Это вот так вот, вы вот так вот спите вы вообще? Это вообще-то так модно. Это футболка трендовая, это я в тренде. Футболка трендовая, это я в тренде.